Что такое авито и автору на самом деле? Ну это же брехня! Раз, два, три. Раз, два, три. Есть такие, кто не знает, что это на самом деле? Два, три. Здесь все. Никита, Стас, Гена, Турбо, индюши, метелки. Перекупщик должен заработать на вас. Приятного аппетита всем, кто ест, пьет вкусненько и так далее. Респект. Фух. И моя мысль максимально понятна. Ну короче, так, не понял, о чем речь? Ладно. Вито, не крашена, все дела. Так. Мы отвисли? Нет, не бросайте мне, пожалуйста. Я только разошелся. Буду просто вам рассказывать, чего вы не знаете, на что нужно обязательно обращать внимание, когда вы покупаете, продаете машины. Думаю, будет интересно. Это такая, выпуск болтология. Кому-то интересные вещи обязательно расскажу. Если эфир вам сегодня понравится, я вас попрошу поставить лайк и, может быть, поделиться им у себя на стене. Было бы приятно. Это помогает увеличивать аудиторию нашей группы ВКонтакте. Не поспоришь. Кто до сих пор считает, что авито и автору – это просто сайты, как бы доски объявлений, просто площадки для продажи автомобилей и ничего более? Ну, что это такая полезная вещь. Сайт, площадка, как бы, как раньше гассета была, а сейчас можно вот на сайт. Кто считает, что это просто сайты про размещение объявлений? Блин, сказка. Вот, ха-ха-ха, и ты шумаёшь. Подожди, тут вообще песня. Есть такие? Есть такие, кто не знает, что это на самом деле? Есть. Здесь все. Никита, Стас, Гена, Турбо, Дюши, Метелки. Сейчас начнем с авито. Давайте начнем с авито. Но прежде чем начнем с авито, у меня есть две важные вещи. Первое. Пожалуйста, запомните и всем своим друзьям расскажите. И передайте всем, кто услышите, что хочет купить себе машину. Хорошие автомобили по низкой цене для конкретной марки и модели – это путь в никуда. Ну, то есть, сейчас я расскажу, почему. Я расскажу, почему. Просто запомните. Если вы хотите купить себе машину, ее там средняя рыночная цена 800, а начинаются они от 650 и идут там до 950, забудьте про то, что можно купить хорошую машину дешевле 800 тысяч. Почему, сейчас обсудим. Просто запомните это. Вот эта история, как мне повезло, я успел, я увидел, я урвал. Я там увидел объявление, у него только два просмотра, и вот я уже звоню, она дешевая по рынку. Это вы точно обожжетесь, точно обожжетесь, и сейчас я расскажу, почему. И второй момент, тоже важный, это заходите к нам в телеграмм сейлкар. Потом подробно расскажу, как им пользоваться, как это работает, но просто запишите себе телеграмм, найти телеграмм сейлкар. Называется салекар одним словом, продажа автомобилей. Попозже напишу, в общем, ссылочку попозже на него добавлю. Поехали. Авито. Мы говорим сегодня не про целый Авито, мы говорим про отдельное направление, отдельный вид бизнеса. Это Авито Авто. Прямой конкурент сайту Автору. Авито Авто сейчас по продаже автомобилей популярнее, чем Автору. Не сейчас, а последние несколько лет. Да, сейчас. Но последние несколько лет Авито лидирует. Чтобы вы понимали, почему, то есть, как легко это проверить, я элементарно, где у меня табличка. Volkswagen Polo, 2000, можете потом перепроверить мои слова после эфира. Открывайте Авито, открывайте Автору. Открывайте Санкт-Петербург плюс 100 километров в Авито, Санкт-Петербург плюс 100 километров в Автору. И забивайте. Volkswagen Polo, только 2014 год, только автомат. На Автору будет 6 предложений, на Авито будет 13 предложений. Забиваем Hyundai Solaris. 2014 год, автомат. Санкт-Петербург плюс 100, Санкт-Петербург плюс 100. На Автору будет 16 предложений, на Авито будет 31 объявление. Окей, кто-то может сказать, ну может в Санкт-Петербурге. Берем Москву. Kia Rio, 2014 год, автомат. Москва плюс 100 километров. Авито, Автору. Одинаковые параметры. Автору 36 машин, Авито 48 машин. BMW X3, 2020-2021 год. Без других параметров. В Москве Автору 87 предложений, на Авито 118 предложений. Нет, неправы. Дело не в том, что Авито пропускает всю помойку. Давайте разберемся. Давайте начнем все-таки с Авито. Авито, авто это направление по продаже, доска размещения по продаже автомобилей. Но уже очень давно это перестало быть просто доской объявлений. Это крупный бизнес, а крупный бизнес должен зарабатывать. Как вы думаете, на чем же этому крупному бизнесу зарабатывать? Если для обычного человека, коих там больше всего пока что, хотя уже меньше всего. Я уже понимаю, что уже меньше обычных частных объявлений, там тупо меньше уже, чем от профессионалов. Ну, в общем, с кого зарабатывать? С профессионалов. То есть, Авито должен зарабатывать, с вас не заработаешь. Для вас доступ. Вам, пожалуйста, размещайте бесплатно машину. Вы продаете раз в 3-4 года свою машину. Пожалуйста, размещайте, для вас все бесплатно. Они пошли другим путем. Знаете, такой сервис есть Хараба. Вот про него уже не раз говорили. Перекупщики им пользуются. Хараба – это очень крутой проект. Так, перепродажи, деньги за размещение объявлений. Да, но с частников-то они же не берут деньги за размещение, с объявлений. А зарабатывать-то надо. Смотрите, в чем прикол. Есть такой сервис. Гаджи Курбанов вместе со своими там партнерами создали сервис Хараба. Это агрегатор, который собирает с Авито, Автору и Дрома все объявления. То есть вы, когда публикуете, заполняете анкету, и когда вы нажимаете «Опубликовать объявление», вот Хараба сразу вытягивает эту информацию. И до публикации объявлений перекупщики могут уже увидеть вашу машину. То есть она еще проходит на Авито, на Автору или Дроме типа модерацию. Обычные люди на сайте Авито, Автору или Дром эту машину не видят. А пользователь платной версии Хараба уже видят. Они уже видят эту машину. Они уже быстро анализируют год, пробег, цена сразу видят, битая, не битая в бизнес. То есть у меня есть этот аккаунт, он на телефоне, с которым идет трансляция. Я вам потом, если кому-то интересно, покажу. То есть можно получить сразу ту информацию, чтобы понять, выгодно ее выкупить у вас или не выгодно. И вот перекупщики смотрят раньше всех эту информацию, вам сразу звонят, но вообще салоны, перекупщики, то есть все профессионалы рынка этим пользовались. Пользуются, пользуются. И звонят вам уже, вас такуют уже салоны. Кто размещал машину, знает, что вы разместили машину, в течение трех минут вам уже может позвонить дилер, может позвонить какой-то человек, задать какие-то вопросы. И многие даже кидают задаток сразу, это перекупщики так делают. В общем, честно скажу, сам по себе сервис Хараба – офигенный инструмент. Они сделали хороший инструмент. Что сделала Авито? В 22-м году купила 61% компаний Хараба. Кто знал, кто не знал, вот рассказываю. В 22-м году 61% Харабы стало принадлежать Авито. И вот это объединение у Авито дало как бы новый виток развития. Что совместно появилось? Появилась школа перекупов совместно с Харабой. То есть теперь у Авито есть обучение профессиональных продавцов, и у Хараба есть школа перекупов, что это проект у них совместный. Делает и Хараба проводит школу перекупов, и Авито проводит школу, ну как бы там называется, как там называется, может быть не именно раньше называлась у Авито школа перекупов, а сейчас называется как-то по-другому, очень красиво. Но суть в том, что Авито учит перекупщиков, как правильно выкупать, продавать, размещать, пользоваться всякими инструментами Авито, которые упрощают жизнь перекупщикам. Для чего? Для того, чтобы зарабатывать на перекупщиков. То есть перекупщик должен заработать на вас, купить у вас машину дешево, продать дорого, а часть из своей прибыли отдать Авито. Понимаете, как это работает? Я просто ездил на конференции Хараба, они проводят ежегодную конференцию перекупов, в Питере проводили, в Москве проводили, я на них присутствую. На них приезжают представители Авито, автору, рассказывают, какие новые инструменты, какие новые плюшки для перекупов они делают. То есть весь бизнес нацелен на то, чтобы участник частнику машину не продал. Между частником и частником должен быть перекуп или автосалон. Должны заработать перекуп или автосалон и от этого отщепнуть Авито, автору и так далее. Например, да, вот есть такая тема, почему я вначале сказал, что не кешьте себя вот этой темой, что вы открываете какое-то объявление, и вот она дешевая машина, вот там всего три просмотра, и вы уже сломя голову, звоните, летите, там, хочу купить дешевую машину. Что у автору, что у Авито, есть платные инструменты. То есть помимо того, что вы можете там при размещении машины, вы можете заплатить, там, выделить объявление, ну, знают, наверное, все знают, да, выделить объявление, поднять объявление. Так вот у профессиональных продавцов есть еще такие премиум опции, не знаю, в обычном Авито для всех ли это есть, или только для профессионалов. Скорее всего, это только все-таки для аккаунтов профессиональных продавцов, то есть для аккаунтов перекупов и для аккаунтов фотосалонов. Сброс счетчика. То есть, грубо говоря, он публикует машину, за день, два, три у него накручивается, например, там, 300, 400, 500 просмотров, он покупает, доплачивает специальную опцию, и потом каждый день просмотры сбрасываются на ноль. И вставите вы с утра, открываете вы там, не знаю, Авито, и смотрите, что вы там, три просмотра у объявлений, вы думаете, что оно свежее, вот вам повезло, задешево урвать вот такую машину. На самом деле нет. Там может быть уже 3 тысячи просмотров, эта машина не продается уже месяц, но просто человек, перекупщик, заплатил за эту опцию, у него каждый день обнуляются просмотры. И вам в этот момент кажется, что вам повезло. Вот понимаете, как это работает? И вот таких инструментов, Авито, Автору, они придумывают все больше, чтобы профессиональные продавцы, по-русски перекупщики, могли заработать на вас денег, поделиться с Авито, поделиться с Автору. Вот как это работает. Это и перекупщиков касается, это автосалонов касается. Дальше больше. То есть у Авито есть такая история, Авито-аукцион. И все перекупщики, салоны могут запросто подать заявку и подключиться к этому Авито-аукциону. Что это значит? Вот когда вы сейчас размещаете машину, частник, вот с обычного личного аккаунта, когда перекупщик со своего аккаунта размещает, там, по-моему, так навязчиво не предлагается. Ну, когда вы размещаете частник машину, вам сразу предлагает, а попробуйте Авито-аукцион, всего два часа, и ваша машина будет продана по лучшей цене, бла-бла-бла. Что это значит? Если вы нажимаете, да, давайте попробовать, это значит, что ваше объявление не видно всем пользователям, а на несколько часов улетает в базу, к которой подключены перекупщики и автосалоны. Они смотрят эту машину, делают какие-то ставочки, потом вы якобы выбираете лучшую ставку и нифига вы за эти деньги все равно не продадите машину. Почему я это знаю? Потому что у нас Ваня участвовал в Авито-аукционе, потому что Рома у меня регистрировался в Авито-аукционе, посмотреть внутрянку, посмотреть, как это работает. И, короче, получается, что ребята, кто пользовался, реально пользовался Авито-аукционом, кто занимается перепродажей машин, они говорят так. Главное поставить ставку, которая человека заинтересует. Человек нажал, вот это меня цена устраивает, а потом ты едешь к человеку, начинаешь люто торговаться, снижать цену и забираешь машину дешевле. Вот как работает по факту в реале Авито-аукцион. Если в Авито-аукционе вам какой-то автосалон предлагает хорошую цену, и вы такие, о, здорово, вы соглашаетесь, вам звонит менеджер, приглашают на диагностику, и это лишь повод затащить меня на диагностику. Конечно же, по факту, когда вы приедете, вам будут цену снижать как можно сильнее. Но все это нацелено, опять же, на что? На то, чтобы ваша машина досталась не частнику, а салону или перекупщику. В общем, что такое Авито? Авито-авто это площадка по продаже автомобилей, которая в первую очередь нацелена, получается, чтобы развивать перекупщиков, автосалоны и так далее, потому что с них идет основной заработок. Далее. На самом деле, я сейчас наговорил как бы таких страшных вещей про Авито, но теперь давайте про хорошее. Авито очень классно продвигает такую историю в своей, как сказать, в обучениях, продвигает политику среди перекупщиков. Вот мы были на конференции, и представитель Авито, я забыл, как его зовут, они классно продают идею всем перекупам, что, чуваки, хватит заниматься плохими машинами, потому что вы создаете, вот смотрите, перекупщик создает аккаунт на Авито, он продал, например, хорошую машину, ему оставили отзывы, он продал 10 хороших машин, ему оставили 10 отзывов. Вы понимаете, что когда у вас аккаунт с какой-то историей, когда аккаунт год, два, три, когда он занимается перепродажей машин, но делает это нормально, и у него растет рейтинг, то потом у него быстрее продаются машины, а оборотка в этом бизнесе играет очень важную роль. Создавать каждый раз новые аккаунты, это бред, это так сложно. Если вы думаете, что можно купить новую симку, новую почту, создал и все, нет. Алгоритмы Авито давно сверяют типы объявлений, типы фотографий. Очень много алгоритмов проверяют, что за аккаунт выставляет машину. Если какой-то перекупщик будет выставлять с разных аккаунтов, создавать новую симку, новую почту, но будет фоткать в тех же локациях или писать похожие объявления, его аккаунт все равно заблокируют, потому что будет Авито или Авито, они поймут, что этот человек пытается обмануть систему и бесплатно опять разместить машину. Нет. Поэтому Авито молодцы, что они двигают историю, что продавайте машины честно, чтобы, грубо говоря, вы заработали, мы заработали, и чтобы это продолжалось дальше. Чем более честно вы ведете бизнес, тем стабильнее будет у всех заработок. Поэтому я скажу так, Авито авто молодцы. Также хочу сказать на самом деле похвалить, но есть за что поругать, это автотека. Это проект Авито, автотека, база, собирающая информацию об автомобиле, об обслуживании и так далее. Автотека. У Авито есть офигенная тема автотека. Я могу похвалить, могу поругать. Похвалить почему? Потому что, ну смотрите, с 16-го года существует компания Клинный Кар. Ну хорошо, в 17-м мы зарегистрировали как юрлицо, товарные знаки и так далее, но мы с 16-го года реально ездили, уже проверяли машины, смотрели и так далее. Я вам честно скажу, за эти 8 лет нереально изменился рынок, нереально дисциплинировала перекупы в появлении автотеки. Серьезно. Это, вот надо в этом вариться, чтобы увидеть эти кардинальные изменения. Что было до автотеки, это просто дичь и трэш. Как продавали машины, там, господи, обманывали на таких банальных вещах. С автотекой обман отходит на, так сказать, на второй план, если не на третий, если вообще не в пятой в очереди. Потому что автотека все-таки стала лютым, мошенникам сложнее продавать хлам. Автотека молодцы, что они подключают к своей базе все больше и больше новых источников. То есть сейчас в автотеке появляется история обслуживания с Евроавто, получается история обслуживания с, забыл еще один крупный сетевой сервис, с дилеров, не с дилеров, разной компании, кто занимается диагностикой тех картами и так далее. То есть на самом деле автотека молодцы они агрегируют, собирают информацию отовсюду, откуда можно. Я знаю, что они постоянно заключают новые договоры, новые источники себя, откуда можно получить информацию машине. Респект. Почему мне не нравится автотека? Потому что автотеку также, к сожалению, обманывают недобросовестные страховые компании. То есть, грубо говоря, очень часто бывает, вот к нам с сейлкар, проезжают клиенты через наш сервис сейлкар продавать машину. Мы проверяем машину. В первую очередь меня интересует состояние автомобиля. Меня интересует, что купит у меня человек, в каком состоянии, то, на чем он будет ездить. И мы проверяем хорошая машина. Было ДТП, покрашен капот, заменена фара, покрашено крыло, например, заменен бампер. Внутрянка целая, усилители, телевизоры, все целое. Но, фитсервис, все правильно, да, да, из фитсервиса тоже собирают. Но, эту машину классно отработала страховая компания с каким-то, блин, мутным автосервисом. И у нее вот на это все, завышенные расчеты там по стоимости запчастей, отписана куча работ, которых, конечно же, не делалось. Стапель, не стапель, лонжерон, покраска, выпрямление, там, ба-бах, расчет на полмиллиона. Какая-нибудь Skoda Octavius по факту с минимальными повреждениями, где даже подушки не стреляли. А в автотеке полмиллиона расчет. Все, все, эта машина тупо зависает. Какая бы хорошая она ни была, попробуйте разместить ее на авито. Сейчас каждый на авито крутит объявление, потом, о, купить отчет, что там, 219 рублей, по-моему, купить отчет. 500 тысяч расчетов, да нахрена она нужна? Закрыть объявление, пошел дальше. Но зато какой-нибудь хлам у мошенников дешевле на 100 тысяч, блестяще подготовленный, от которого живого места не было, но с зеленой автотекой, потому что машина попала не в ДТП, а въехала в кирпичную стену за городом, вот ее человек купит. Там же автотека зеленая, там же нет расчета на 500 тысяч. Вот эти мне автотека не нравятся. Но тут вопрос не к автотеке, тут вопрос, черт побери, к каудатоксу. Это база, которая предоставляет автотеке данные, собираясь со страховых компаний. Поэтому, ну, нельзя винить автотеку. Автотека крутейший сервис. К сожалению, и в него попадает недостоверная информация. Нельзя опираться только на автотеку. Я всегда говорил и буду говорить и повторять, что всегда важно смотреть на автомобиль. Вам, черт побери, ездить не на информации в базах, вам ездить на машине. И лучше машина будет с хреновой автотекой, но в хорошем состоянии, если вы собираетесь машину реально эксплуатировать там 3-5 лет. Чем вы купите с красивой автотекой, ну, убитый, ушатанный автомобиль после такси, или перевертыша, и так далее, но хорошо подгод... хорошую обертку, как бы, да, с красивой автотекой. Вот. Смотрите, на авито, если вы участник, для вас размещение бесплатное. Но если вы занимаетесь перепродажей машин, коего на авито сейчас очень много, как вы понимаете, на авито ушли... А, я еще не рассказал, почему. В общем, на авито уходят перекупщики, и даже в 22-м году нашел статьи, где автосалоны, дилеры объявили бойкот... Тьфу. Автосалоны объявили бойкот автору в 22-м, по-моему, году, потому что автору зажрался. Об этом позже, когда перейдем к автору. В общем, для перекупщиков разместить одну машину, одну машину на месяц, сейчас стоит... Значит, последняя цена у меня зафиксирована было до 1-го июня 4,600 или 4,800 это одну машину разместить на месяц. Сейчас повысили цены, по-моему, на 30%. Ну, конечно, есть там пакетное размещение, кто много продает машин, есть 15-20 авто, там что-то около 40-50 тысяч, 36 или 46 тысяч. То есть, да, вы представляете, сколько перекупщик платит за каждую машину либо за пакет, если он продает там по 10-15 машин в месяц. Вот столько платит авито. У автосалонов еще более лютый прайс, там никаких 4 тысяч, там 5-6 тысяч за машину идет, автосалоны, конечно же, платят больше. Как вы думаете, все эти расходы в итоге влияют на стоимость автомобилей в объявлениях или нет? Если вы сейчас откроете, например, любую марку, модель, к примеру, Solaris, Rio, Polo, поставьте 13-14-12-14-13-15 год на автомате, вы удивитесь, но прозвонив все объявления, вы поймете, что, не знаю, процентов 80, может быть, я ошибусь на плюс-минус 10%, но процентов 80 это будут салоны и перекупщики. Хрен вы поймаете такую машину от частника. Если от частника такая машина и выскакивает хорошая, ее просто забирает салон или перекупщик. Так вот, авито на этом неплохо зарабатывает, потому что для всех профессионалов рынка, для всех, кто занимается перепродажей авто, конечно же, размещение платное, все услуги платные, и доп. услуги платные, и обнуление платные и так далее. То есть, авито популярнее, на авито много перекупщиков автосалонов, в низких бюджетах автосалонов перекупщиков объявлений больше, намного больше, чем от частников. Купить машину дешево, хорошую, быстрее всех не получится, потому что быстрее всех ее через храбу видят перекуп и забирают, а потом через обнуление счетчиков преподносят вам, как будто бы первые увидели. Ну хорошо, где покупать? Сейчас расскажу. На сейлкар. Автору. А теперь прикол. Четыре до повышения цен, значит, до июня, первого июня, четыре шестьсот или четыре восемьсот было объявление на авито размещение одно в месяц, при этом на автору для перекупщиков размещение одной машины в зависимости от класса варьировалось от четырех тысяч до двенадцати тысяч рублей в неделю. В неделю, не в месяц. То есть, размещая обычный Kia Rio на автомате условно 15-16 года, перекупщик будет в среднем платить там пять шестьсот, пять восемьсот в неделю. В одну неделю. Если бы Ваня сейчас из Москвы был, вот он занимается перепродажей машин массово, он бы вам сейчас сказал, сколько он денег тратит на автору, вы бы офигели. Там это сотни тысяч, чтобы размещать автомобиль. Каждую неделю денег автору сжирает неимоверно. Поэтому, поэтому перекупщики большинство и уходят со автору. Большинство машин пытаются размещать на авито. На автору размещают только какие-то элитные там овердорогие машины, в которых маржи там по миллиону и можно заплатить за размещение на автору. Короче, на автору размещение объявлений очень-очень сильно дороже, чем на авито. Поэтому авито, конечно, и завоевало за последние лет, за несколько лет вот этот рынок перетянув идеал на себя. И для дилеров у автору были какие-то конские лютые условия. Именно поэтому в 22-м году у них была забастовка. там вроде решили, договорились, на каких-то там ценах сошлись. Но автору, они в какой-то момент видимо подумали, что они монополисты. Автору все-таки название автору значит, мы самые крутые. Давай-ка мы будем, короче, гнуть ценники. Ну, вот так. Еще один момент интересный про автору. слышал об этом, а потом гуглил, нашел даже на драйвер интересную статью, пруфы, прям скриншоты, прям люди выкладывают в свои машины. Автору занижает стоимость. Если у авито есть такая тема, как авито-аукцион, где вы, размещая машину, можете разместить на авито-аукцион, где перекупщики салоны, могут ее у вас забрать. У автору есть быстрый выкуп, быстрый, срочный выкуп или быстрый выкуп, как-то так. То есть, не хотите ждать быстрый или срочный выкуп, у вас как бы эту машину выкупят. Но прикол в том, что когда вы размещаете машину на автору, одну и ту же машину на автору, например, вы размещаете там Nissan Tee до 10-го года, не знаю, на автомате, размещая на авито, вам покажут, например, средняя цена будет там 650-800, выше рынка 800+, ниже рынка до 650. Так вот, автору при этих же вводных покажет, что нормальная цена 500-600. В общем, автору, когда вы размещаете машину, относительно рынка, относительно авито и даже относительно адекватного, адекватного, скажем так, ценообразования на рынке, они немножко занижают. А зачем это делают? Да чтобы вы, грубо говоря, видели. О, чиназус. Сюда, сюда. Нормальная цена не 650-800, моя машина, а 500-600. Блин, нажму-ка я кнопку продать срочно, посмотрю, что, нажимаем продать срочно, там говорят, слушайте, ну вот 500-600, это нормальная цена, давайте за 550-500 мы у вас купим. Мы такие, о, да вроде нормально. Нет, на самом деле нет. На самом деле, ваша машина стоит дороже, но просто вот и говорю, что даже есть ни одна статья, где люди сравнивали, автору как будто бы вот этот калькулятор адекватности цены, он как бы занижает цену вашего автомобиля. У автору такой же есть как бы аналог, но не совсем отчетом автотеки. У них есть про авто, но если вот мы сколько сравнивали про авто и автотека, вот я честно скажу, я за автотеку. Автотека предоставляет все-таки больше информации. И еще прикол в том, что автотека подтягивает, например, данное размещение на автору, а автору не подтягивает данное размещение на авито. Вот есть такой прикол. Короче, если сравнивать два отчета про авто и автотека, то однозначно больше информации вы получите в автотеке. Поэтому, если даже вы листаете объявление какое-то на автору, позвоните продавцу, попросите номер и лучше я бы на вашем месте покупал бы не про авто, покупал бы отчет, а купил бы отчет автотеки. Все-таки туда подтянется больше информации, из которой вы сможете уже сложить картину, стоит это машина на внимание вашего или нет. Автору просто сайт по размещению Белин, который также зарабатывает на перекупах, но там нет каких-то таких особых телодвижений, мол, развитие, вот авито развивает всю эту тему с перекупщиками, там, продавайте, там, бейтесь за рейтинги, делайте это честно, вы заработаете, мы заработаем. Во втором, как бы, такой темы, как бы, явно нет такой школы и так далее. Но мне кажется, что еще год, два, три, если автору не поменять свою ценовую политику, если автору не придумать какие-то инновации, то автору будет еще больше сдуваться. Дальше рекламная пауза, друзья, рекламная пауза, она же разная. Клинликар, появились подарочные сертификаты, есть подарочный сертификат на подбор нового автомобиля, кто, например, друзья, планирует в ближайшее время покупку новой машины, классный подарок. Что дает подбор нового автомобиля, я не буду, это большая тема, у нас был отдельный ролик где Иван Макеев, он рассказывал, наш управляющий рассказывал, как мы помогаем людям покупать новые машины дешевле, с лучшими допами, не дать обмануть с кредитами, переливами, всякими вписываниями там лишних страховок, допов, так далее. Вот чтобы вот с этим всеми не колоться, есть подбор новой машины, где мы все это разжуем, просчитаем, объясним и поможем купить новую машину максимально выгодно. Есть сертификат на подбор под ключ, да, все правильно, подбор под ключ. Тут, я думаю, что не надо объяснить, что это такое, когда вы хотите не новую машину, хотите честную, хорошую, проверенную, с гарантией, вот есть сертификат на подбор под ключ. Есть сертификат просто на любую услугу, сюда вписывается услуга, либо номинал, и такой сертификат тоже можно подарить своим друзьям на том, кто озадачен, например, покупкой, поиском автомобиля. Сертификаты будут действовать один календарный год, этого более чем достаточно, чтобы решиться и принять решение о том, что им стоит воспользоваться. В общем, эти сертификаты у нас доступны, они скоро появятся у нас на сайте, они появятся в группе ВКонтакте, будет отдельный раздел, но уже сейчас можете писать, звонить, спрашивать там в офисе, ребят, хочу сертификат подарить, как получить. Они есть, их напечатали, и они будут действовать, да, теперь мы будем такие штуки продавать. Даже думаю, что до 15 июля будем продавать их с небольшой скидкой около 10%, то есть если услуга стоит условно 30 тысяч рублей подбор, то продавать сертификаты мы будем по 27 до середины июля. Я об этом не говорил. Про Дром что скажешь, как они работают, хорошо или плохо. Вы знаете, для меня Дром настолько неизвестен, то есть у нас он, я знаю, что у нас тоже кто-то размещает туда машины, я знаю, что даже некоторые дилеры периодически туда могут размещать какие-то машины, но так как Дром это все-таки тема с востока за Ураль и оттуда, то я знаю, что вот с одним менеджером разговаривал, он говорит, если у нас какие-нибудь Паджерики, если у нас какие-нибудь Тойоты Тундры, если у нас какие-нибудь вот такие специфические машины, то мы кидаем и на Дром, потому что реально люди там откуда-то там издалека реально могут в Питере искать вот такие машины и надо, чтобы на Дроме они были. Рио, Полу, Солярисы, Октавии, Рапиды и так далее на Дром салоны не размещают в основном, потому что Дром у нас не так развит. Хотя надо изучить Дром. Вот интересно, какая у них политика с размещением, с оплатой и так далее. Очень интересно. Не знаю, как они работают. Нечего сказать, не изучал, не пользовался сам. И у нас как бы нет смысла. Пока нет смысла наверное Дромом пользоваться. Давайте про перекупов. Ой, нет, давайте так, поговорим, где проверять машины, где проверять машины, когда вы ищите себе автомобиль или друзья ищите автомобиль. Первое, первое, заклинаю вас, установите вы себе, черт побери, это не платная реклама, мне никто не платил. Я просто сам верю в это приложение. Я верю в него, как с момента, как оно появилось, я им пользуюсь и всех агитирую, пользоваться. Есть такое приложение Номерограмм, Номерограмм, просто наберите в Play Market, в App Store, Номерограмм. То есть приложение с буковкой просто N, просто N, вот, 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 N, оп, нажали, открыли. Простейшее приложение, посмотрите, просто госномер. Вводите госномер и сразу находите фотографии автомобилей. Забивайте госномер и если фотографии где-то кто-то когда-то делал, камеры зафиксировали, ГИБДД сделал, на улице, на парковках попадают, из Драйва туда попадают фотографии, из ВКонтакте туда попадают фотографии, вы можете найти, посмотреть что-то. То есть, почему это полезно? Да, даже, я уже снимал видео в Телеграм, автограмм не знаю, автограмм знаешь, что такое, но это другая история. Номерограмм прямо топ. Ладно, про автограмм не буду ничего говорить, просто говорю, номерограмм это точно топ. Вот я, например, если вижу на улице, что стоит сильно битый автомобиль, я не фоткаю поцарапанной машине, или там где-то бампер сколот, или царапина двери, нет смысла. Но когда я вижу, что стоит машина где-нибудь вообще без морды, например, там или там лобовой разбиты, подушки стрельны, тут есть такая вот кнопочка, просто, просто есть кнопочка добавить фото, камера, все, она попала в базу, все. Если когда-то кто-то будет продавать машину, пытаться сказать, что не бита, не крашена, все дела, может быть, человек додумается забить в номерограмм номер и увидит эту фотографию, которую я когда-то сделал. Я смотрю, что много людей добавляют туда фотографии. Вот так вот, например, подбирая машину, можно начать с того, что забить номер в номерограмме Kia Optima продает частник, реальный владелец, по автотеке все красиво, здорово. Забираешь номерограмм видишь фотку, с камеры московского вокзала 22-й год стояла машина с шашечкой на крыше, 23-й год стояла машина с шашечкой на крыше. Все ясно. Ну, какой смысл тратить на нее время? Машину отжимали, как могли в такси. Ну, не факт, что отжимали, не все таксисты уничтожают машину, я это понимаю. Но суть ясна, что машина, на которой там несколько лет подряд работала в такси, там в подборе клиент, конечно же, но она не нужна, мы найдем не из-за из-за такси. Поэтому номера грамм прикольно проверять машины, свои машины, не свои машины, прикольно добавлять, чтобы помогать другим людям. Вот если все будут вот так пользоваться и добавлять, нас с вами обмануть будет сложнее. Первое, что рекомендую установить. Второе, есть такой бот в Телеграме называется AVA InfoBot. Он платный, конечно, в подборе им все всегда пользуются, как частнику, если вы ищете машину, оплатите месяц, оплатите себе месяц этого бота, он стоит не так уж и дорого, там 2000 рублей, не помню сколько. Если кто-то из наших ребят смотрит, напишите 2400, 2600. Суть в том, что AVA InfoBot он как бы дает очень много информации, которую по идее нельзя давать. То есть продается в салоне, например, машина. И вы не понимаете, а все ли с ней в порядке, вроде и хорошее. Говорите менеджер, слушайте, дайте контакт предыдущего владельца, фиг вам они контакт. А в InfoBot забили ВИН номер или госномер, сгенерировался отчет, получили, а там есть номер владельца. Если он совпадает, там несколько владельцев по фамилии, имя, отчество, дату рождения совпадает, он вам даст номера нескольких совпадений. Звоните. Татьяна, здравствуйте, RAV4 покупаю в салоне черного цвета, ваш? Нет, не мой, вы ошиблись. Окей, второй номер. Татьяна, вы покупаете RAV4, ваш? Ой, да, я его сдала в салон. Ой, слушайте, масло жрет, там вообще разваливается, уже надоел мне, мучаюсь с ним, поэтому в салон сдала, купила новый. Все. Вот этот АВИнфобот, он дает реально очень много информации. Он дает информацию о страховках, о неоплаченных парковках, номера телефона владельца или похоже, то есть вы найдете номер телефона владельца, подтягивает фотографии, из номера грамма тоже, например, некоторые фотки подтягивает. Бывает, что в автотеке вы не увидите лицензии такси, а в инфоботе увидите. То есть, короче, инфобот имеет какие-то инструменты, какие-то интересные источники, которые тоже очень важны. Вот, смотрите, когда вы хотите купить машину, первое, номера грамм, второе, инфобот, и третье, последний, завершающий отчет уже должен дополнить автотека. То есть, инфобот и автотека, они дают и там, и там много информации, но они не взаимозаменяют, а они дополняют друг друга. Это очень важный момент, потому что многие думают, что я куплю отчет инфобота, автотека уже не нужна. Нет, в автотеке может найтись то, чего нет в инфоботе, в инфоботе может найтись то, чего нет в автотеке. И та, эта информация может быть важна для принятия решений покупать машину или нет. Итак, друзья, давайте накидайте-ка мне лайков, я тут для вас не просто так все рассказываю. Проще в подбор обратиться, смотрите, кто экономит свое время, кто понимает, что некогда этим всем заниматься, пробивать, платить, инфобот заплатить за 10 автотек и так далее, конечно, проще заказать подбор, и подборщик сам все будет проверять, пробивать, созваниваться, ездить и так далее. Автобот. Вот давайте еще раз, поймите меня правильно, никогда мы с Димой с момента создания CleanLeCard не говорили, что нельзя купить машину самому. Мы никогда этого не говорили, мы никогда не говорили, что автоподбор это уникальная услуга. Это не уникальная. Вы сами, немножко потратив времени, изучив рынок, изучив проверки, изучив вот это все, вы сами можете взять, сесть, потратив неделю-две, купить себе найти хороший автомобиль. Автоподбор призван, первое, сэкономить ваше время. Второе, ну, наверное, все-таки на опыте чуть-чуть лучше, ну, ладно, не чуть-чуть, правда, лучше проверить машину, исключить риски, ну, и дать техническую гарантию. То есть, это не уникальная услуга, это удобная услуга. Вот мы всегда довели на то, что это удобно. Ну, и будем честны, если вы никогда с машиной не имели дела, то в автоподборе, когда человек уже не один год проверяет машину за машиной, он знает, куда посмотреть. Поэтому, это и удобно, ну, и полезно. Перекупы. Давайте расскажу про современных перекупов, и вот тут еще затронем тему, а где покупать машины. Это чисто моя характеристика, это чисто моя градация, поэтому вы на нее можете не опираться, но я вот выделил за время работы несколько типов перекупов. Первое. Мошенники. Мошенники. Их основные особенности это обман, подменные винномера, создание какой-то красивой обертки, продажа хлама под красивой оберткой. Мошенники. Честно скажу, таких все меньше и меньше. Именно из-за автоподбора, масса распространения автоподбора, именно из-за того, что есть автотеки, номерограммы, инфоботы, вот таких мошенников все меньше и меньше. Но до сих пор встречаются те, кто продают машины при подменном винномерам. То есть да, поэтому первый мой совет всегда, когда у вас есть уже номерограмм, посмотрели фотки, инфобот, проверили автотеку, купили, приехали к машине и первое, что вы сверяете, это винномера в базе с винномером на автомобиле. Если он не совпадает, вообще нет смысла дальше вообще разговаривать. Не совпал винномер в автотеке, не совпал с автомобилем, все. Ну то есть тут не может даже быть никаких сомнений, вы просто разворачиваетесь и уходите, что бы вам ни говорили. Такие мошенники чаще всего занимаются машинами в очень низких бюджетах, типа а-ля 100, 200, 300 тысяч, потому что понимают, что кто ищет машину за 100, 200, 300 тысяч, у этих людей, простите, пожалуйста, но, во-первых, вообще не работает голова, что машину надо проверять, им лишь бы покупать подешевле, а во-второе, они, конечно же, не будут тратить деньги на автоподбор, поэтому вот в бюджетах 100, 200, 300 вот таких мошенников много. Так, дальше, есть лентяи, давайте следующий тип перекупов, лентяи, они как бы не обманывают никого, но они не хотят ничем заморачиваться, заниматься, я таких знаю, блин, не хочу поименно прямо на эфире называть, потому что, возможно, они посмотрят этот эфир, но я таких знаю, они сидят и тупо ждут, пока им случайным образом подгонят знакомые, знакомые знакомых, либо там просто попадется хорошая машина, которую можно тупо купить, ну типа среднерыночный, либо чуть дешевле рынка, не заморачиваясь ни с чем, отвезти какой-нибудь там дешевый детейлинг, где там легкую полировку, кимчистку сделают, и они просто прикручивают там 50-70 тысяч, и вот ждут, пока эта машина продастся. Реально, они как бы не обманывают, как бы не занимаются хламом, но и как бы хорошего ничего не делают, они просто покупают нормальную машину, прикручивают небольшой плюс и продают. То есть вот так. Небольшая маржа, но зато она есть. Вот такие ленивые, немножко купил, продал, купил, продал и все. Есть профессиональные продавцы. Вот у них особенность, это отлов, подготовка, ремонт. Обычно профессиональные продавцы, они медийные. То есть вы удивитесь, но в том же Инстаграме, в том же Ютубе куча аккаунтов, в Телеграм-каналах уже куча аккаунтов, где занимаются перепродажей машин. Есть популярный Инстаграм, есть блогеры, которые занимаются, есть перекупы блогеры, которые набирают там уже десятки, сотни тысяч подписчиков. Есть перекупы блогеры, которые на постоянной своей аудитории просто зарабатывают, им не надо никого обманывать. Они реально отлавливают кто-то по регионам, кто-то по городу, кто-то через Хараба. Они отлавливают нормальные машины, полуфабрикаты. То есть не битые, не убитые, но просто машины, которыми пользовались люди. Тут поцарапано, тут помято, тут фара разбита, тут сайлентблоки там в заднюю подвеску. Они это все понимают. Они приезжают, разговаривают с людьми, они торгуются, покупают эту машину, они ее покрасят, они ее отполируют, они поменяют фару, они поменяют сайлентблоки, они приведут в порядок машину, там сделают химчистку, перешьют руль, сделают из полуфабриката машину, которую там дедушка, ну там обычная семья или дедушка пользовался там 10 лет, они делают красивый, хороший автомобиль, который хочется купить и со своей маржой его продают. Вот это профессиональные продавцы. Вы удивитесь, но таких профессиональных продавцов все больше и больше. Больше инстаграм-аккаунтов, где есть постоянная аудитория, где они выкладывают свою работу, есть аккаунты, где показывают машину, купил вот так выглядит, а продаю ее вот так выглядит. Купил за столько, вложил столько, прибавил столько, продаю за столько. Есть даже люди, которые просто прозрачно все и у них покупают, и у них покупают, у них большая аудитория. Вот это профессиональные продавцы. Слава богу, все больше и больше таких становится. Есть перекупы автосалона официальных дилеров. Я бы их назвал так, это официальный, ну блин, давайте так, нельзя говорить мошенники. Официальные дилеры, это тоже перекупы. Но мне не нравится, то, что у них есть особые инструменты. Первый особый инструмент официального дилера продажи в кредит. И вот, к сожалению, на этом они и зарабатывают. Нечестные кредиты, нечестные допы, всякие уловки. Не знаю, назвать это обманом или не назвать. Ну просто, когда вам говорят, что вы хотите купить машину в кредит какую-то, и вам говорят, ну вот ее рыночная цена, там, вот рыночная цена этой машины 800, и у нас она тоже стоит 800, казалось бы адекватно. Ну мы ее продаем только в кредит. А кредит вам еще запихаем в страховку жизни, вот это, каску, гэп, шнеп, там и так далее. И вот вы уже как бы машину из 800 покупаете, по факту, за миллион 100, миллион 200, с учетом там кредитных всяких допов. И вы говорите, да блин, мне это не нужно. Они такие говорят, ой, а без этого банк не одобрил вам кредит. Ну это же брехня. Это же брехня. Вы знаете, что это брехня все? Идете просто в какой-нибудь сторонний банк, в любом банке есть автокредит, даете информацию об этой машине из салона, и вам рассчитывают автокредит, без этого все чепушничи, без страховок, гэпов, шмепов, ковриков и так далее. Но, когда вы с этим одобренным автокредитом из банка придете в автосалон, вам скажут, а, вы за своим автокредитом? Ну тогда эта машина продана, все, больше нет. Ну мы не можем вам ее продать. Понимаете, как это работает? И поэтому, как бы хочется сказать, что официальные дилеры, официальные дилеры, как бы официальные мошенники, короче, которые все равно с вас выжимают деньги посредством всяких допов, кредитов и так далее. Вот. Ну и плюс, забирают они машины, конечно, автосалоны не совсем честно. Так, есть автосалоны серые. Автосалоны серые, это автосалоны, которые косят под красивые официальные дилеры, на самом деле, нифига не официальные дилеры. Вот это лютое зло. Вот в таких автосалонов происходят самые жесткие китки, самый жесткий обман, и люди там страдают больше всего. Это дико вообще. Короче, если просто почитать про разные автосалоны, там, разводы в автосалонах и так далее, вот вы найдете всякие статьи, а самое, знаете, что обидно, что если вы сейчас в Яндексе, например, представьте, что вы не из Питера, представьте, что вы вообще не в теме, или из Питера, но вы не в теме, и вы сейчас в Яндексе наберете, например, рейтинг автосалонов Санкт-Петербурга, то вы попадете на подставной сайт, не буду говорить, как он называется, вы сами найдете, сразу же, сразу же этот сайт выскочит, Это, по-моему, первые несколько даже сайтов. Это такие специально созданные сайты с красивыми названиями, которым хочется сразу верить. И там будет рейтинг автосалонов, где первые 10 будут серые салоны, которые занимаются жестким маном. И у каждого из них на этом сайте будет охрененный рейтинг и там миллиард хороших отзывов. А на самом деле это салоны, которые занимаются обманом, продажей с подменными номерами, продажей хлама, скрученными пробегами и кучей всяких допов, кредитов. Вот все самое жуткое, как можно с вас выжить денег обману в вас, вот в этих автосалонах, вот так это все и делают. Где искать автомобили? Как купить машину, например, недорого? Как купить хорошую машину, если вы хотите купить ее, ну вот, типа, не за космос, не выше рынка, недорого? Действуйте как профессиональные продавцы. В общем, смотрите, чтобы покупать машины по цене перекуп, как покупать перекупы, надо действовать как перекуп. Открываете, например, вы ищите Ford Focus, к примеру, третий. Откройте вы, хотите вы там 12-13 года на механике, но откройте вы 12-13 год, смотрите вы в автосалонах. Вот я объясню. Посмотрите вы машину, где хорошая автотека, по базам все чисто. Вот номерограмм, вы инфобот, автотека, все хорошо вас устраивает, да, например. Но бывают машины, у которых надо крыло подмято, на стекле лобовом трещина, руль был с подогревом, поэтому кожа вся стертая, выглядит некрасиво, салон грязный. Вы поймите, что вот такая машина в салоне обычно зависает. А когда машина зависает, салон раз в две недельки цену-то скидывает. И вот многие профессиональные продавцы ждут, пока вот такая машина станет по рынку ниже среднего. Выцепляют, приезжают, еще на месте, тысяч 20-30 скидывают. И что получается? Креснувший бампер ремонтируется, красится сейчас тысяч за 7-8. Крыло еще десятка. Руль перешить 7-8 тысяч, если хорошая кожа. Лобовое на 15 поменяли. И вот вам и отполировка, и химчистка. И вот вы, грубо говоря, купили машину ниже среднего, с нормальным пробегом, например, с нормальной историей, с красивой автотекой. Ну, некрасиво она выглядела, потому что человек не очень ухаживал, либо не было денег ухаживать вот за красотой машины. Ну, по технике она нормальная. Ну, вложитесь вы сами в это. Ну, загуглите вы, господи, в авито. Посмотрите перешивку рулей. Поищите вы в ВКонтакте сообщество, где занимаются покраской по отзывам. Посмотрите от людей, от реальных отзывов. В ВКонтакте это проще всего делать. Посмотрели, кто благодарит там, кому красили машину. Нашли малярку, позвонили, записались. Ну, господи, намного проще купить машину чуть ниже среднего по рынку, привезти вот какие-то косметические вещи, руль перешить, химчистку сделать, крыло покрасить, лобовое поменять. Проще самим вложиться там 30, 40, 50 тысяч. При том, что эти же 30, 40, 50 тысяч вам еще, когда вы приедете, могут на месте скинуть. Потому что машина, если зависела, если пару раз понижали цену, значит, дилеру уже нужно ее как бы избавиться от нее. Они понимают, что она зависает. А зависание машины у дилера это трата денег. И они готовы вот вам на месте еще уступить. Привели в порядок, получили хорошую машину. То есть, вот эту опцию профессионального продавца вы можете взять на себя. В этом, поверьте, в этом нет ничего страшного. В этом нет никакой-то вот там, не знаю, они не делают магию. Понимаете? Я вам честно скажу, я уже даже думал, что некоторые люди, когда хотят продавать свою машину, приезжают с Элтар машинами, мы понимаем, что она требует прям внимания, требует прям какой-то любви, что ли. Мы уже думали сделать такое направление. Вот хотите вы продать свою машину, понимаете, что она прям не айс. Приезжайте к нам, мы оцениваем фронт работ, мы делаем из нее, как профессиональный продавец, айс вашей машины. Мы не покупаем ее, мы не перепродаем ее. Мы из вашей машины делаем айс, потом выставляем на продажу. Ну, просто вы нам чуть-чуть за это заплатили, за то, что мы заморочились, как можно выгоднее продали вашу машину. Я просто не понимаю, как это упаковать, как сделать это как услугу, но мы об этом реально думали, потому что многие люди не понимают, как правильно привести свою машину в порядок для продажи, чтобы она была, ну, интересна. Вот, давайте про сейлкар. Но я не могу свое детище не пререкламировать. Чуть-чуть, кто не в теме, потому что просто этот эфир будет также уложен потом на YouTube, поэтому давайте все-таки. Есть такой телеграм-канал наш, сейлкар продажи авто. Опа! Сейлкар продажи авто. Суть в том, что в закрепленном сообщении вы видите все автомобили наших клиентов, то есть машины продают люди напрямую через нашу диагностику. И по каждой машине в комментариях вы можете найти 4 файла. Автотека бесплатна. Видео про кузов, где Михаил рассказывает, что крашено, что биты с ремонтом, какие есть дефекты на машине, подвеска на подъемнике, что нужно менять, диски, колодки, амортизаторы, сайлентблоки, течет, не течет, коробки, не коробки. В общем, все, что он увидит на подъемнике. И дальше подробный отчет на 25 страниц о нашем вердикте по автомобилю. Честно, прозрачные машины от наших клиентов. Хотите продать честно, выгодную и комфортную машину? Приезжайте, записывайтесь к нам на диагностику. Мы сделаем это для вас. Стоимость услуги сейчас у нас 25 тысяч рублей. За 25 тысяч мы продадим вашу машину по честной рыночной цене. Топовый канал. Спасибо. Еще у нас топовый чат и все, кто в нем присутствует. Всем спасибо большое за участие. Друзья мои, если понравился эфир, ставьте лайки. Я стараюсь для вас делать интересный эфир.